Дорогие братья балкарцы! В 2000 году самым кощунственным образом депортаций подверглись 37 тысяч человек. В большинстве своем это старики, женщины, дети. В то время, когда их сыновья, мужья и отцы самоотверженно сражались уже далеко на Западном фронте, очищая землю от коричневой чумы, от фашизма. Двумя неделями ранее таким же подлым, коварным образом тотальному выселению были подвергнуты все чеченцы и ингуши. Говорят, Всевышний не насылает на человека испытаний, которых он не в силах перенести. Но кто подвергся насильственному переселению, кому довелось хоронить погибших от голода и холода своих ни в чем не повинных близких, тот сполна хлебнул горькую чашу тяжелейших испытаний. И если он при этом не очерствел душой, а сохранил в себе человеческие качества, он из тех, кто уповает на Всевышнего Аллаха. Известный сын балкарского народа Кайсын Кулиев, кровно породнивший нас, став ингушским зятем, разделил горькую участь вместе со своим народом, когда после полученного на фронте ранения он, выписавшись из госпиталя, отправился на чужбину искать своих родных. В тяжелые минуты раздумий он слагает рифму, как в назидание потомкам. Вот несколько слов из его поэмы, написанных еще в Казахстане. «Но жив, пока могу дышать, под тяжким гнетом горестных событий, братья, я не устану повторять, вы ненависти в сердце не копите». «Дорогие балкарцы, все мы, потомки народов, которые столкнулись с вопиющей несправедливостью, но по милости Творца выстояли вопреки замыслам коварных. Особое уважение нашим сестрам, балкарским женщинам, сохранившим тепло семейного очага, несмотря на тяжесть испытаний. Время не стоит на месте. Сегодня мы в своей стране живем в новых реалиях. Помету я о прошлом и благонателенно смотря в будущее. Да зачтет Всевышний Аллах нам нашу покорность в судный день. Да смилостивится Всевышний Аллах над теми из наших родных, кто в годы репрессий стал жертвой коварного произвола. Слово для совершения дуа по умершим выселеням предоставляется потомку пророка, саллаху Акилову Саи Трюсену. Слово для совершения дуа по умершим, Субтитры делал DimaTorzok